ПОДПОЛЬНАЯ ПРАВДА Я отобрал несколько писем, потому что всех писем все равно не перечитать, на все письма не ответить. Так вот, значит, несколько писем я отобрал. Пишет нам Даниил Судеревский. Привет, подпольная правда, пишет он. Не надеюсь, что вы сделаете выпуск по этому письму. Правильно делаете, Даниил. Да это и не важно. Просто захотелось излить душу понимающим людям. Да, это мы. Они даже не отвечают на мои звонки. Такая откровенность незнакомых людей приводит меня в остолбенение. А конкретно, давно ждал игру Left 4 Dead. Значит, он сперва скачал демо-версию, письмо очень длинное, я кратко к содержанию. Понравилось, твердо решил купить, хотя игры я не покупаю уже очень давно. Думаю, вы поняли о чем я. Так вот, проблем до этого ни с одной игрой я не имел. Заплатил 450 рублей, принес домой, установил. Так, и думал, что все хорошо. Но тьма собиралась над Мордором. То есть над Россией и ее пользователями. Нет, я не об экономном кризисе и не о новом президенте Америки. Ха-ха-ха, тьма, да. Всемирное зло пострашнее Саурона и училки по алгебре. Два брата Акробата, уже обосранная Аркада, но это вы мне порстили, конечно, никакого дерьма не хватит, чтобы ее обосрать. И еще не обосранная Карбина. Вот эти два брата Акробата блокируют интернет частных пользователей, успевших купить и установить данную игру. Left 4 Dead, если кто еще помнит. Оказалось, что дело в бродкасте Флуда. Якобы во время игры она передает Флудовую информацию по их драгоценным, отполированным нашими деньгами каналам. Ёшкин кот, а что же она должна передавать, спрашивает Даниил. Статьи из Википедии. Я являюсь пользователем не обосранной Карбины, в смысле не я, а он. Поэтому по телефону мне, любезно, в смысле Даниилу сообщили. Он, кстати, не стал сразу жаловаться. А он сперва позвонил сам в Карбину. Ему там сообщили, что игра слишком новая, поэтому я, в смысле он, не могу, в смысле не может в нее играть. Мне, в смысле Даниилу, следует поскорее ее удалить, чтобы разблокировали интернет. А когда речь зашла об уже уплаченных деньгах, то я узнал, и я тоже узнал, что должен открыть их. Был официальный форум, найти под форум данной игры и прочитать предупреждение о возможных сбоях. Пишет Даниил Судеревский. Мне что делать нечего, кроме как по официальным форумам своего провайдера шастать и проверять каждую игру. Подвожу итоги. Мой бюджет, конечно, не сильно пострадал из-за просранных 450 рублей. Тем более, что это первые деньги, просранные на игру в этом году. Да, неплохо. Декабрь месяц. Урок такой. Зачем платить и просирать, если можно не платить и играть нормально? Вопрос риторический. Больше покупать игры, а в особенности от Акелы, я не буду. В смысле, не я, а Даниил. Я игры тоже не покупаю. По скриптам. Акела, Акада, Карбина. Если вы в ближайшее время не сделаете что-нибудь полезное, то вам будет, пишет Даниил, знак диеза, собака, процент, знак вопроса и знак восклицания. От всех нас. Порудок нет, я за львой не ковается! Пацаны, мордуйте, что вы! А-а-а! Ну, это, пожалуй, единственное, что они заслужили. Следующее письмо от Андрея Гегельмана. Привет, глагол! Привет, Андрей! Посмотрел все выпуски за рекордное время, никто так быстро и без перерывов не смотрел, очень нравится программа. Ни одного знака припинания. Интересно, за какое, кстати, время ты посмотрел рекордные все эти выпуски? Вот картинка пиратского диска «Кул. Две ошибки». Взял за 350 руб, пишет нам Андрей. Открываем картинку, написано «Сталкер, скрытая в Номане». Видимо, «Го» в Номане должны были написать создатели диска, но действительно ошиблись. Так, еще одна ошибка где-то. А, несовместимость с настройками или конфигурацией компьютера не являются поводом для возврата или обмеа диска. Вообще, обмеа. Увидев такую надпись на диске, уже подумаешь, стоит ли его покупать. У меня вопрос. В смысле, у Андрея вопрос. Вопрос такой. Где можно взять футболку, как у тебя любую? В скобках там написано или игры, или локаризаторы, или MTV. «Сталкер»? Чего бы ему ответить? А знаешь что? Приезжай к нам в студию и получат меня футболку. Любую. Андрей Анонимов пишет нам. У меня такой вопрос. В смысле, у Андрея. Почему в игровой индустрии файтингов кок-фекалий, когда коровы пасутся? Когда коровы пасутся. Это не фекалии. Это очень важное удобрение. Гораздо более важное, чем файтинг. Я тебе уверяю. А на PC и десятка вряд ли наберется. Да и больше половины этой десятки на скорую руку переписали на PC. Ведь это культовый жанр, приносивший. Да, это хорошая поправка. Приносивший разработчикам огромнейшие деньги. А сейчас на PC сплошное фуфло прается. Уже не хочется играть ни во что. Не играть. Даже за бесплатно. Уж лучше всякие линейдж и рэф играть. И не потому, что они лучше. А это так. А потому, что там играют живые люди. А все равно файтингов. Вот такими буквами. Да услышат меня разработчики. Не дай бог отечества. И зарубежным, пожалуй, тоже лучше этого не слышать. И последний вопрос от некоего... Последний вопрос, еще разок. От некоего NMBB. М-Н-Р-Э-О-П-У-Б-Н-О-Б. Я купил Far Cry 2, пишет Nama NBB. И после установки он мне пишет, что игра уже была запущена. Че мне делать, а? Ух, как все запущено, а? Дорогой друг, если после остановки вам написали, что игра уже запущена, так играйте и не пудрите нам мозги. Дорогие друзья и подруги подпольной правды. Огромное спасибо вам за письма. Вы их пишете. Радостная новость. Их много. Для вас радостная новость, что мы их читаем. И даже вот... Но есть и плохая новость. Почти все эти письма... Почти все эти письма, к сожалению, не тянут на приз самое грамотное письмо 2008 года. Если вдруг кто-нибудь когда-нибудь пришлет нам интересное, насыщенное, классное письмо, написанное без ошибок, он получит лично от меня и от подпольной правды какой-нибудь особый приз. Ну, а на следующей неделе... Да, вы, во-первых, пишите на правду, как всегда, собака.gamesdefistv.ru Мы как-нибудь еще раз снова почитаем ваши письма в эфире. А на следующей неделе будет передача, посвященная 15-летию шутера всех времен и народов Doom. До следующего четверга. Субтитры создавал DimaTorzok